Украинский защитник погиб в опытном. Это поселок в 20 километрах от оккупированного боевиками Донецка. Раненых за прошедшие сутки пятеро. Об этом сообщают в пресс-центре антитеррористической операции. Российские захватчики активно применяют запрещенное минскими договоренностями оружие, артиллерию и минометы. В течение суток украинские военные насчитали 17 обстрелов. Почти все прицельные. Защитники открывали огонь в ответ. На карте АТО появились и новые горячие точки. Это Кряковка и Орехово на Луганском направлении. На Донецком боевики по-прежнему держат под прицелом Авдеевку, а на Приморском – Широкино. С 4 до 8 вечера российско-оккупационные войска накрывали позиции сил АТО вблизи Широкино огнем артиллерии калибра 122 мм. В общей сложности выпустили 22 снаряда, а из минометов 120-го калибра выпустили 16 мин. Кроме того, в районах Старогнатовки, Толоковки и Водянова враг применял гранатометы, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Спецслужбы Российской Федерации вместе с боевиками так называемых ДНР и ЛНР готовили покушение на 1600 правоохранителей и чиновников Украины. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Имен он не называет, но подчеркивает, среди целей нападавших были в том числе и представители высшего руководства страны. Он отметил, боевики с помощью технических средств в режиме реального времени отслеживали передвижение людей. Также, по словам Матиоса, на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей действуют специальные центры подготовки терактов, которые координируют кадровые офицеры спецслужб Российской Федерации. К украинцу Павлу Грибу, которого незаконно удерживают в российском СИЗО, не пустили родителей. Повидаться с сыном не разрешил следователь. Об этом ЮЭТВ сообщил отец узника Игорь Гриб. На прошлой неделе Павла проведали украинские консулы. Они отметили, здоровье его сильно ухудшилось. По их словам, это произошло после лекарств, назначенных российскими врачами. Я напомню, 19-летний Павел Гриб исчез в конце августа в Белоруссии. Отец утверждает, российские спецслужбы выманили парня в Гомель, где задержали. ФСБ обвиняет украинцев в подготовке теракта. По решению суда Краснодара Павел Гриб останется в СИЗО до 4 января. Адвокат Андрей Сабинин подал ходатайство. Разрешил свидание матери с сыном. Однако вечером адвокат нам перезвонил и сказал, что ему следователь не дал разрешения. Мы в это время с женой были на границе с Россией, ждали ответа. Но поскольку разрешения нам не дали, мы вернулись в Киев. Активизация двухстороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и военно-инвестиционной сферах. Это главная тема во время переговоров президента Украины с королем Саудовской Аравии. Петр Порошенко поблагодарил саудовского монарха за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, призвал официальный Эр-Рияд приобщиться к международным усилиям в вопросе защиты прав крымско-татарского народа на оккупированном полуострове. Также Порошенко встретился с управляющим директором открытого инвестиционного фонда Саудовской Аравии и пригласил компании этой страны принять участие в приватизации. Подозреваемого в хищении бюджетных средств на сумму почти в 300 тысяч долларов Владислава Каськова отпустили под залог. Его размер больше 6 тысяч долларов. Такое решение вынес Печерский райсуд Киева. Каськов с 2010 по 2014 год руководил Госагентством по инвестициями и управлению национальными проектами. Как сообщила в интервью UATV пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, обвинение просила избрать для него меру пресечения в виде ареста. Однако защита экс-чиновника предоставила справку о полном возмещении причиненного государству ущерба, что и повлияло на решение суда. Теперь Владислав Каськов должен сдать все свои загранпаспорта и явиться к следователю по первому требованию. Он не арестован, он был отпущен из зала суда, ему дали срок 5 дней на уплату с залога. Если он не уплатит этот залог, значит он будет повторно задержан и арестован. Но учитывая то, что он оплатил все ущербы, нанесенные им, суд принял решение, что он может быть отпущен под залог. Ну а я напомню, что бывшего главу госинвестпроект Владислава Каськова задержали в Панаме в сентябре 2016 года. Вскоре он вышел из-под стражи под залог в 600 тысяч долларов. Находясь под домашним арестом, подал ходатайство о политическом убежище в Панаме, однако ему отказали. В ночь на 1 ноября, как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Каська экстрадировали из Панамы в Украину. Сам Владислав заявил, что вернулся в Украину добровольно и готов доказать свою невиновность в суде. 8 человек погибли, 11 ранены в результате теракта в Нью-Йорке, а мужчина въехал на грузовике на велосипедную дорожку. Проехал 20 кварталов перед тем, как его задержала полиция. После теракта в городе усилены меры безопасности. Нападение осудил и папа римский Франциск, а также власти США, Китая и Узбекистана. Именно оттуда родом нападавший. Детально о трагедии в Нью-Йорке расскажет мой коллега Арсен Цымбалюк. Три часа дня, 31 октября. Нью-Йорк готовится отмечать Хэллоуин. Вечером в городе должен пройти парад в честь праздника. Внезапно на одной из оживленных улиц в центре города грузовик выехал на велосипедную дорожку и проехал по ней 20 кварталов. После этого грузовик врезался в автобус с детьми. Террорист выскочил на улицу с оружием, травматическим пистолетом и ружьем для пейнтбола. Его успел ранить и задержать полицейский. По предварительным данным, автомобиль сбил 19 человек. 8 погибших, 11 в больнице. Но в полиции говорят, пострадавших может быть и больше. Ведь кто-то мог покинуть место происшествия, не дождавшись правоохранителей и врачей. Когда мы увидели парня с оружием в руках, нам стало не по себе. Все спрашивали, кто это, но нам сказали, что нужно убегать. Мы уже пережили теракт 11 сентября, но теперь террористы наезжают на людей на автомобилях. Я хожу по этой дороге каждый день. В наше время нужно быть очень бдительным, постоянно. Люди, не смотрите все время в экраны телефонов. Всякое может случиться. Нападавший сейчас в больнице. Ему сделали операцию и угрозы для жизни нет, утверждают врачи. В полиции говорят, это 29-летний уроженец Узбекистана Сайфула Саипов. Жил в соседнем штате Нью-Джерси. Грузовик взял в аренду. По данным телеканала NBC, в салоне он оставил записку. В ней сказал, что действовал от имени террористической организации «Исламское государство». После нападения президент США Дональд Трамп у себя в Твиттере написал, что больше не позволит боевикам проникать в страну и приказал усилить проверки на границе. Ночью в памяти погибших подсветили Всемирный торговый центр. Теракт произошел неподалеку. Аппарат в честь Хэллоуина отменять не стали. Участие в нем приняли несколько тысяч человек. Арсен Цымбалюк, ЮАИ-ТВ. Министерство финансов США запретило американским компаниям работать с Россией в энергопроектах. Речь идет о российских предприятиях, которые включены в санкционный список. Среди них «Газпром», «Лукоил» и «Роснефть». В частности, американцам нельзя оказывать содействие в геологической разведке и добыче ископаемых. Также нельзя предоставлять товары и технологии для поиска нефти. Что именно стало причиной для нового запрета, в Минфине не уточняют. Ссылаются на существующие документы. Один из них – это постановление 2014 года. Документ тогда замораживал активы людей, причастных к развитию ситуации в Украине. В Австралии закрыли для туристов одну из самых посещаемых достопримечательностей – легендарную скалу Улуру. Посмотреть и взобраться на которую ежегодно приезжают около 300 тысяч человек. Такое решение приняли члены Совета по надзору за туристическим объектом, который они объясняют. Люди взбираются на вершину и оставляют после себя горы мусора. Скала принадлежит племени австралийских аборигенов Анангу. Они считают ее священной, но при этом сдают в аренду правительству, за что получают деньги. Скала высотой 350 метров расположена в пустыне. Днем она ярко-красного цвета, ну а ночью черная на фоне звездного неба. На этом у нас пока все. Наши корреспонденты продолжают внимательно следить за всем, что происходит в Украине и мире сегодня в среду. Далее эстафету в этой студии принимает моя коллега Дарья Вершилинка. Она будет здесь уже ровно через два часа. Больше новостей уже будет у нее. Не переключайтесь. Встретимся с вами завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова